Борис Тверь, вы часто говорите о грибах, что они питаются только мертвециной. Да, но бывают разные виды грибов. Среди них есть и паразиты. Грибами и паразитами называют группой грибов, живущих за счет питательных веществ других живых организмов и растений. Например, гриб-трутовик. Ну, значит, вроде бы проходили, я думал, что я всех убедил. Вот. У меня гриб-трутовик ел грушу, ой, нет, сливу, 35 лет. Честно, я ел, жрал, жрал, потом такой вырос, такой вот, это, как шляпа, прям уже у дерева. Ну и чё? Вот, 35 лет ел, да как съесть с него? Гриб-трутовик, он такой, самый вредный в том плане, что он обязательно заберется внутрь. Если бы он даже был бы паразитом и жрал живую ткань, тогда бы, во-первых, значит, он бы был неуловим, то есть бороться с ним бесполезно, он внутри. А шляпка – это так, это как зонтик. Ну, я шучу про зонтик. Вот. Это раз, бороться с ним бесполезно. Во-вторых, я, Железов, за 38 лет наблюдений, а наблюдать я начинал ещё в Норильске, извините, у меня такой характер. Вот. Я ни разу не видел, чтобы гриб-трутовик съел дерево. Ни разу. Никогда. Я их находил только на искалеченных деревьях. Я имею в виду, просто на дерево. Вот дерево, вот ему год, два, уже восемь, уже десять. С него я не срезал ни одной ветки. Чаще всего ветки ни одна не замёрзла, не отсохла. Это, думаю, у нас нормально. Лена Александровна, подтвердите. Вот. Это нормально, да? Вот. И при этом увидеть просто, что, ну, гриб-трутовик, он обязательно, у него есть шляпа гриба. Само внутри, самое слабое место у любого дерева – это сердечник, сердцевина. Почему? Потому что дерево развивается снаружи, а периферия остаётся без питательных веществ. Можно найти, сделать срез, моё дерево взять, ну, как бы его назвать-то, пожертвовать. И вот дерево, где никаких признаков нет грибов, в смысле нет никаких ран, срезать, и вы увидите, что там совершенно целая сердцевина. А добираются они? Ну, вот это было на сегодня запланировано. Но я вас за язык не тянул. Смотрите. Внимание. Вы, допустим, со мной не согласились, да? Допустим. Сейчас покажу, пожалуйста. Сейчас покажу. Конечно, я не мог дойти до этого. Посмотрите сюда. Ещё раз говорю. В отличие от тех, кто вот выше показывал этих якобы специалистов, которые утверждают, что чем больше режешь, тем здоровее дерево. Вот видите, вот этот ран. Вот сюда пошёл мороз. Теперь это царство гриба-трутовика. Видите? Это не всё. Смотрим сюда. Это чуть другая тема, я потом раскрою её. Вот, понимаете? Эта тема какая? Ну, потом, потом. Вот. Потом. 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 Это вы. О, и, кстати, вот она, этот, загадка-то. Как он? Какие сладкие шривы. А сорт не знаю. Ладно. Короче, это. У меня есть целая подборка, называется папка под названием «Выбрезка». Там все доказательства, вот это страшные вещи, чтобы больше это самое, больше бы так не делали. Вот видите? Вот когда вот этой высоте 50 сантиметров отрежет 5-10 веток, наступает эра грибов именно трутовика. Это его теперь задача, вот, выедать то, что погибло. И мне нет, ещё раз, я вынужден это сказать, у меня нет ни одного примера, когда бы просто взял гриб-туртовик, напал на здоровое дерево. Обязательно рано. Обязательно. А тут получается, вот, совершенно, ну, понимаете, не бывает в Сибири, в средней полосе России, в среднерусской ниженности, в это самое, в западно-сибирской ниженности, вот это всё, не бывает ни одного здорового дерева. Невозможно. Яблони, груши, абрикосы, все эмигранты. Вот, лето короче, не вызревает ни один, ни один, подчёркиваю, и вызреть не может. Есть хитрости у меня, но это у меня. Помните, под бутылками месяц экономим, а один случай намерёт. А так-то, так не бывает. Они сразу начинают подвергаться страшным морозобойным, и мои тоже. И начинается царство гриба-трутовика. А пока дерево целое, а я же их вырастил не одну сотню. Я хвастался, что я вырастил 30 тысяч саженцев, многие довёл до плодошения. Ни одного случая, вот, просто взял гриб-трутовик, вот, взял на ровном месте, вот, кора, обыкновенная кора, дерево 5-10 лет. Более старшие, они, понятно, там уже обязательно у них морозобойные. Ни одного случая. Почему я должен не говорить то, что я вижу своими глазами? Ну, вот, пусть это не доказательно, но как не доказать? 30 тысяч деревьев вырастет. Так, Сергей Селевошко. Ну, сейчас, это уже тяжёлая артиллерия, Сергей. Есть грибы-некрофилы, они выращивают ткани растения, питаются как сапрофиты. Вот. Может быть, существуют грибы-некрофилы где-нибудь на Марсе. Пока пытаюсь обнаружить хоть один. Хоть один. Вот, название есть, да? Есть. Любого студента, пятёрочника, разбуди и скажи, какие есть грибы. Первый скажет некрофилы, потом скажет эти самые сапрофиты, потом скажут патогены и прочее. Но я не встречал ни одного. У меня просто так ни одно дерево не погибло. Чтобы погибло просто так, надо, чтобы или корни замёрзли. Бывает это незаметно. Но у меня нет сейчас таких корней, которые замерзали. Вот. У меня в этом году погибло три дерева полностью и два почти. Взрослые, плодоносящие. Взяли, погибли. Что я это самое? И они развалились от огромного, небывалого урожая. Это тоже извращение. Дерево так плодоносят не должно. Не должно. Почему? Потому что это неестественно вот такой урожай, который был. Помните фотографии? Но это случилось. Разве дерево в Сибири, которое хрупкое, которое подвергалось до этого 5, 10, 20 лет морозам диким, разве может она выдержать эти сотни килограмм? Нет, конечно. Вот. А грибы-некрофилы? Господи, да покажите мне хоть одно. Ведь понимаете, что если бы они были, вы знаете, в чём ещё дело? Каждое дерево имеет свой иммунитет. Я уж так по-своему объясняю. Оно имеет иммунитет. В чём он выражается? В том, что как над ними не издеваются. Это вот пример приводила наш оппонент Ишакова. А я режу, а у меня деревья здоровые. Ну тогда его с некрофилой должны были уменьшевлять. Почему? Потому что дерево изгалечено, иммунитет потерян. Она говорит, нет, у меня всё нормально. А у меня деревья здоровые. Говорит, я их искалечил, я их измечу, они здоровые. Вот оппонент, да? Но некрофилы уже тут как тут должны быть. Невозможно, чтобы дерево было вот как искалечено, на нём раны, и чтобы мороз не пронизл внутрь и не начал поражать уже сам организм. Но тогда должны быть это самое. Условия для этого. Она делает раны, значит, это. Даже у неё получается не так. Она режет. А почему у неё, она со мной не согласна. Деревья сопротивляются. Для них, вот то, что мы говорим, некрофилы, да? Некро. Это, видимо, эти, грибы мертвец. От слова некро, значит, смерть. Вот. Даже у неё так не получается, что взяли и сожрали дерево тут же. Живую ткань. Любое дерево сопротивляется. Живую ткань сожрать практически невозможно. Вот. Она, за ней миллиард лет выживания в самых диких условиях. Гриб, когда съедает дерево, погибает сам. Рано или поздно, после миллионов, миллионов, миллионов лет установилось равновесие. Назовём это перемирие. Назовём это чуть ли не сотрудничество. Чуть ли не даже... Чуть ли не симбивоз с этими же некрофилами. Вы там дурю маетесь, пусть у вас будут эти сабры. Посадили деревья, которые сразу покрылись морозобойными. Вот. Вот тут моё уже своё возьмём. Так что, Борис Сергеевич, я с вами не согласен. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова